В 2015 году мероприятия профилактического и оперативно-розыскного характера позволили обеспечить контроль за криминогенной обстановкой на территории города. Но рост случаев мошенничества продолжается, причем сами преступники зачастую находятся в других регионах, а доверчивые граждане переводят им деньги. По статистике преступлений за прошлый год начальник ММВД России Рассказовский Игорь Сетаев отчитался на заседании городского совета. Увеличилось число выявленных случаев по линии незаконного оборота наркотиков – краж. Особое внимание он призывает уделить пьяным за рулем. Нам необходимо, чтобы каждый человек понял о том, что это чревато уголовной ответственности, во-первых, и, во-вторых, что каждый может стать жертвой преступления. Это уже я другую сторону сейчас рассматриваю. То есть это дело каждого сообщить о том, что водитель в состоянии алкогольного обвинения сел за руль, поскольку жертвы могут стать наши близкие родственники. За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного обвинения нарушителю будет грозить уголовная ответственность. Поставлены руководством ММВД и основные задачи на 2016 год. Профилактика в более широком смысле – это первая задача. Ну а вторая задача, так как никто не отнимает у нас борьбу с разного рода преступлениями, в том числе административным пронарушением. Как я уже говорил, это борьба с алкогольной продукцией, с контрафактной на территории, обслуженной в нашем ММВД. Все это, в принципе, проводится на постоянной основе, на плановой основе. Сократилось число грабежей, их семь, что на два случая меньше, чем в 2014 году. Цифры тяжких и особо тяжких преступлений тоже стало меньше. Отмечено снижение преступлений коррупционной направленности в сфере экономики и преступные проявления против личности. По словам Игоря Сетаева, сотрудники ММВД России и Рассказовский были по очереди руководством Тамбовской области по итогам 2015 года. Награды получили 8 сотрудников. В 2016 году основной упор будет сделан на профилактику правонарушений. Особое внимание уделяют преступлениям, связанным с мошенничеством. До сих пор пожилые жители города и района, да и взрослые населения идут на уловки преступников, которые обманным путем заставляют людей переводить деньги. Юрий Ценин, Алексей Горелкин. Новости. ТВ Рассказов.